Любые товары из американского Apple Store с быстрой, удобной и выгодной доставкой только через бандерольку. Ссылка в описании. Всем привет, с вами Полтема, ребят. Игры и интернет-серфинг на iPad это всегда интересно, но не нужно забывать о приложениях, тем более если они упрощают вам жизнь. В этом видео мы поговорим о приложении PDF Box. Это программа, которая поможет вам легко хранить и работать с PDF файлами. Как только вы переходите в программу, вы сразу же видите минимум кнопок и минимум настроек. Это редкость для таких приложений. Все, что вам нужно сделать, это потянуть вниз и вы сразу же можете создать ту папку, которая вам нужна для ваших PDF файлов. Вообще вся работа приложения построена на различных свайпах и удержаниях экрана. Это хорошо экономит время. Что касается того, как добавлять файлы, то в целом все просто. Вы выбираете ту папку, которую вы создали и далее тянете экран вниз. Соответственно здесь вы можете скопировать любой файл из iTunes, либо из iCloud Drive. Также из различных приложений в iOS устройстве, Safari, почта и прочих, вы можете нажать на функцию открыть в, и ваш PDF файл откроется в данном приложении. Сейчас я хочу в папку журналы из iTunes добавить вот этот журнал Forbes. Соответственно я его выбираю и видим, что этот журнал добавляется. То есть вот так просто в пару движений можно добавить любой PDF файл в данное приложение. Когда файл добавлен в приложение, я могу в него переходить и начинать с ним работать или просто читать, как в случае с данным журналом. Вообще это действительно мощное приложение для документов, о которых мы поговорим чуть позже. Пока что это журнал, который я могу просматривать и всячески редактировать, если это необходимо. То есть я могу выделять то, что мне нужно, подчеркивать различными цветами, писать различные тексты, вставлять этот текст, вставлять фотографии, рисунки и прочее прочее. То есть делать себе максимально подробную и понятную документацию, с которой я потом буду работать. В папке документы у меня довольно-таки старый закон Украины, но он мне нужен. Если мне его надо просмотреть, то это вообще без проблем. Как в портретном режиме, так и в горизонтальном проблем вообще никаких нет. Разумеется, здесь точно так же вы можете вставить различные тексты, выделить нужную информацию, вставить фотографию и так далее. То есть делать для себя документ максимально понятным. Разумеется, тут имеется поиск, то есть поиск по всему PDF-файлу, имеются закладки, которые вы можете создавать, и также вы можете расшарить этот документ вот этими способами. Иными словами, здесь можно сделать свою коллекцию документов, журналов, которые будут легко просматривать, и вы их сможете всячески редактировать и подгонять под те стандарты, которые вам нужны. Еще, похоже, разработчик давным-давно знал о фишках iOS 9, и это приложение уже поддерживает внешнюю клавиатуру и разные стилусы. Кроме того, минималистичный дизайн – это отдельный плюс данной программы. На этом, ребят, можем закончить. Это был обзор приложения PDF Box, вы его можете скачать по ссылке из описания абсолютно бесплатно. На этом все, ребят. Подписывайтесь на канал, не забывайте о яблочках, ставьте ваши пальцы вверх. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok